В первом полугодии 2016 года в консередельный бюджет Республики Тарстан поступил на налоговых и неналоговых доходов 108,8 миллиарда рублей. Динамика мобилизованных доходов зарядила, вы видите на экране. Бюджет Республики исполнен на 90,2 миллиарда рублей. Собственно, доходы местных бюджетов мобилизованы в объеме 18,6 миллиарда рублей. Марат Ильич подробно охарактеризовал ситуацию по мобилизации налогов в первом полугодии. В связи с этим я останавливаюсь на самых значимых налогах, по которым наблюдаются определенные проблемы. Налог на прибыль. Его поступление за 6 месяцев составит 37 миллиардов рублей, что с учетом переходящих платежей на июль 2015 года практически соответствует прошлогоднему уровню. На славе приведены отрасли, обеспечившие основные поступления по налогу на прибыль в первом полугодии. Мониторинг организаций, обеспечивающий поступление более 90% налога на прибыль, ежемесячно проводится Министерством финансов. Здесь нужно подчеркнуть, что 499 организаций или 43% от общей их числа снизили платежи на сумму 9 миллиардов рублей. На ради с увеличением на 16% количества предприятий снизили платежи относительно первого квартала имеются и другие факторы, которые могут отрицательно повлиять на поступление налога на прибыль во втором полугодии текущего года. Следующий налог на налог на доход физических лиц, его особенность является распределение между уровнем бюджетов. Налог поступил консередельным бюджетом в объеме 29,2 миллиарда рублей, из них бюджет республики 20,3, бюджет местной бюджеты 8,9 миллиарда рублей. Несмотря на положительную динамику поступления налога, в ряда муниципалитетов темп роста налога за первое полугодие не достиг запланированного уровня, одновременно в четырех районах произошло снижение. О чем говорил Александр Мургалевич, здесь как раз на слайде мы показали, вот в Камустинском районе у него отклонение 3,482 миллиона, при этом недоимка, здесь не полностью еще недоимка показана, эта недоимка свыше 10 тысяч составляет более 5 миллионов рублей. Поэтому мы считаем, что резерв есть, необходимо в этой части усилить работу. Проблематичным ожидается исполнение планов назначения по транспортному налогу, его поступление состоит в 970 миллион рублей с выполнением плана на 25% и снижение против уровня прошлого года на 244 миллиона рублей. Снижение объема мобилизации налога вызвано изменением федерального законодательства, несмотря на наличие объективных причин, невыполнение налога необходимо приложить максимальные усилия по полному погашению задолженности. Здесь сумму мы тоже показали, мы считаем, что определенный резерв у нас есть. Далее о неналоговых доходах. Консередины бюджет Республики Тарстана неналоговых доходов поступили в объеме 7,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступление увеличилось на 500 миллионов рублей или на 6%. Бюджеты Республики Тарстана неналоговые доходы поступили в объеме 3,9 миллиарда рублей. Относительно прошлого года рост составил 800 миллионов рублей. При общей положительной динамике снизились доходы от продажи материальных и нематериальных активов в объеме порядка 200 миллионов рублей. Неналоговые доходы поступили местные бюджеты в сумме 3,4 миллиарда рублей со снижением относительно первого полугода 2015 года на 300 миллионов рублей. Здесь, я считаю, необходимо муниципалитетам усилить работу по арендной плате по земельным. Здесь есть определенные долги, муниципалитеты об этом знают. Нам в этой части необходимо усилить. Завершая характеристику исполнения доходной части бюджета, необходимо подчеркнуть, что одной из основных ее проблем является наличие задолженности по налогам. На эту тему президентом Республик Тарстан проведено расширенное совещание с приглашением широкого круга заинтересованных лиц. По итогам совещания определены соответствующие направления работы. В своем выступлении Марат Владимирович определил масштаб работы. Эта сумма составляет 7,2 миллиарда рублей. Вот в этом слайде здесь я хотел показать о том, что из 7,2 миллиарда по состоянию на 1 июля, 3,5 миллиарда это недоимка, пение, штрафы и 1,1 миллиард, задолженность по взыскаемой судебной пристины 1,4, задолженность налогоплательщик процедуры банкротства 1,2 миллиарда рублей. Потому что это три направления, по трем направлениям надо вести отдельную работу. Дальше я об этом остановлюсь. Первое направление работает с недоимом на сегодня Министерством финансов совместно с налоговыми органами. Проведены встречи ряд крупных должников по платежам бюджета. В результате 40-го организация погасила задолженность на прибыль в сумме порядка 200 миллиарда рублей. Погашено порядка 50 миллиарда рублей недоимка по налогу на имущество организации. Перечень должников также направлен в органы прокуратуры. Здесь нам совместно с налоговыми органами отрасивым министерствам необходимо ежемесячно эту работу продолжить и усилить. Потому что мы считаем, что определенный эффект есть. Здесь я бы хотел поблагодарить и налоговиков. Потому что мы совместно обсуждались с предприятиями. И при обсуждении, конечно, досрочно некоторые даже и погасили. Поэтому я считаю результат налицо. Следующие муниципальные районы и городские округа работают над недоимкой по НДФЛ по специальным налоговым режимам. Налогу на имущество дисклей, земельный транспорт налогов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Мы здесь рассматривали все задолженности. То, что мы информацию получили от налоговиков, передали районам. Мы жестко сейчас вместе с ними отрабатываем. И хотел сегодня показать информацию о ходе работ по погашению недоимкой по НДФЛ в развитии районов. Здесь, в принципе, кто как работает, видно. Мы считаем, что необходимо в этой части районам, городам усилить работу. И этот процент, конечно, должен, если не до 100, но до 90 процентов дойти. Поэтому резервы есть у всех. И эту работу мы также с вами, я обращаюсь с муниципалитетом, будем продолжать ежемесячно. Следующее направление взыскания задолженность судебными приставами. Способами и методов совместной работы здесь известны. Необходима только точечно-детальная проработка в отношении каждого должника. Требуется активизация работы службы судебных приставов совместно с правоохранительными органами, органами Росрегистра, налоговыми органами и ГИБДД. В этой части мы считаем, что у нас определенные налаженные схемы есть. Необходимо продолжить. Далее работа с должниками-банкротами. Здесь мы возлагаем надежду на работу вновь образованной комиссии, в поле зрения которой войдут и вопросы банкротства. Необходимо отметить, что кроме конкретных мероприятий по рассмотрению деятельности банкротных должников требуется комплексный подход по выработке предложений по изменению федерального законодательства. Вот на это, Руслан Норгалевич, Лариса Александровна, я хотел отдельно на этот слайд остановиться. Здесь до 2003 года в четвертую очередь пошло погашение обязательств платежам бюджета и внебюджетные фонды. Это до 2003 года. А потом внесли изменения в федеральное законодательство. Они сейчас вошли в третью очередь со всеми прочими кредиторами. И когда мы проанализировали совместно с налогами ряд банкротных предприятий, в принципе налоги остались непогашенными. Поэтому считаем необходимо на федеральном уровне этот вопрос еще раз поднять и регулировать. Далее исполнение расходной части бюджета в первом полугодии 2016 года. Расходы консередельного бюджета Республик Тарстан составили 113,8 миллиарда рублей. Расходы республиканского бюджета произведены в объеме 98,9 миллиарда рублей. Межбюджетный трансфер местным бюджетом выделено своевременно в объеме общей суммы 20,4 миллиарда рублей. Остатки бюджетных средств на начало года и поступившие за 6 месяцев доходы позволили полностью своевременно выплатить заработную плату с начислениями и профинансировать в достаточном объеме запланированные первоочередные расходы бюджета в сей уровне и произвести расходы капитального характера. Государственные муниципальные учреждения завершили в первом полугодии беспросроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам. Текущие кредиторские задолженности учреждения обеспечены лимитами бюджетных обязательств. Прошу руководителей республиканских органов и органов местного самоуправления своевременно отработать вопросы погашения задолженности. По ряду учреждений у нас есть определенные краткосрочные или кратковременные отставания. Эти учреждения у нас знают, я поэтому обратил внимание, что в этой части необходимо усилить. Одним из основных вопросов исполнения бюджета в первом полугодии происходит реализация майских указов. В рамках указа в первую очередь отрабатывались вопросы выполнения индикаторов решения отраслевых задач, содержащихся в дорожной карте. Предварительные итоги шести месяцев 2016 года по показателям заработной платы отдельных категорий работников, включенных в указы президента Российской Федерации, свидетельствуют об их выполнении. В рамках дорожных карт предусмотреться проведение мероприятий по увеличению доходов от оказания платных услуг и продолжение оптимизации бюджетной сферы. Внебюджетная деятельность. За шесть месяцев текущего года учреждения республиканцев подчинения получили доходы от оказания платных услуг в размере 3,3 миллиарда рублей, муниципальные учреждения 1,2 миллиарда рублей. Но при этом в целом исполнение неплохое, я считаю, но есть определенные учреждения, вы это видите на экране, здесь необходимо усилить для выполнения поставленных задач. Следующий вопрос в том, что по оптимизационным мероприятиям. В каждой из отраслей социальной сферы дорожными картами предусмотрено проведение оптимизационных расходов. В текущем году отрасливыми министерствами совместно с органами местного самоуправления подготовлены планы проведения оптимизационных мероприятий. Министерство образования и науки, Министерство труда, занятости, социальной защиты и Министерство здравоохранения активно реализует данные планы, а Министерству культуры необходимо усилить работу по проведению оптимизационных мероприятий в отрасли. Отдельно хочу остановиться на исполнении протокольных поручений президента Республики Тарстан по вопросу закупок продуктов питания. В семи регионах проведен эксперимент по экецентрализации для детских дошкольных учреждений. В рамках эксперимента сформирована единая номенклатура продуктов питания с учетом максимально допустимых цен, а также разработанное единое меню. В результате только за счет применения единых подходов к перечню продуктов питания стоимость фактической детодня снизилась в среднем на 10% от средней сложительства в районах. Таким образом, в указанных районах наблюдается снижение фактических разводов на обеспечение питания по сравнению с аналогичным периодом на 8,1%. Учитывая положительные результаты эксперимента, предлагается разработать и удвердить единое меню и номенклатуру закупаемых продуктов питания, обязательных для применения во всех отраслях социальной и культурной сферы с учетом их специфики. Следующее поручение – это исковые требования, предъявляемые указанные бюджетным учреждениям. В этой части определенная работа тоже ведется. Я считаю, мы те задачи, которые поставили, мы тоже его на сегодняшний день выполнили. Далее контрольные задеятельности государственных, муниципальных и муниципальных предприятий. Перевод государственных и муниципальных и муниципальных предприятий на казначейские исполнения обеспечил полную прозрачность расходов этих предприятий в ежедневном режиме. Следующий этап – организация учета бюджетных обязательств государственных и муниципальных предприятий, а также учет, предъявляемый к ним исполнительных листов. Несколько слов о контрольной ревизионной деятельности. В контрольной ревизионном подразделении Департамент Казначейства Министерства финансов в первом полугодии 2016 года проведено 132 проверка в рамках исполнения полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. Установлено нарушение, которое вы видите на экране. По результатам проведенных проверок приняты меры, устранено 70% нарушения для принятия мер прокурорской регионной акты проверок направленной прокуратурой Республики Тарстан. Отдельно хочу проинформировать о состоянии государственного и муниципального долга. На начало текущего года общий объем государственного долга Республики Тарстан составил 91,3 млрд рублей, в том числе по кредитам из федерального бюджета 81,3 млрд рублей, из которых 66,9 млрд рублей в свою очередь приходится на задолженности, реструктурированной на долгосрочной основе. В течение 2016 года предусматривалось привлечение дополнительных федеральных бюджетных кредитов на рефинансированные, подлежащие к погашению в этом году обязательств и частично покрытие на дефицит бюджета. Проинформируя вас о том, что кредит на покрытие дефицита из федерального бюджета полностью получен, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность министру финансов РФ Антону Германовичу Силуанову, а также директор департамента бюджетных отношений Ларису Александровну, который сегодня с нами, поэтому огромное спасибо. Во-первых, несмотря на трудное финансовое положение и изысканное возможность представления необходимой помощи бюджет нашей республики. По итогам первого полугодия госдолг республики составил 96,6 млрд рублей, муниципальный долг 30,2 млрд рублей. Движение государственного муниципального долга вы видите на экране. Во втором квартале продолжалось проведение мероприятий повышения открытия бюджетных данных в дальнейшем развитии бюджета для граждан. Здесь вот показатели мы показали. Завершая характеристика текущего исполнения бюджета, подчеркну, что для ее качественного выполнения в 2016 году с учетом сложности по мобилизации налогов нам необходимо усилить работу по мониторингу и мобилизации доходов, ликвидировать задолженность, максимально привлечь федеральные средства, обеспечить освоение средств и выполнение индикаторов государственных программ, повысить эффективность бюджетных расходов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...